Таганрог В разных частях города А давай, короче, мы сделаем лучше Мы тоже наши памятники воздвигнем Рядом со тремя памятниками Ленина Давай, погнали Когда начнем? Ты сейчас вообще в Курске же? Да, вот смотри, Катя спрашивает Это моя знакомая из Химок Когда я заберу свои кроссы У меня, короче, я когда уезжала от нее Я забыла Почему у меня руки трясутся? Потому что я держу телефон на весу И удерживаю его коленом Собственно, потому и трясутся Это естественный тремор Боже, боже Как у нас дела? Слушай, а у тебя реально Чего ты с подбородком, я не шарю? Это перформанс Знаешь, это типа как делала раньше Абрамович Когда она голая выходила на публику И говорила, что они могут делать Ну, собственно, публика, общество С ее телом, все, что угодно И в итоге они там у нее харкались Они ее резали Они жевали ей лицо Целовали и мыли ей ноги Не знаю, там Ели ее волосы В общем, делали все, что придет им в голову Это было для того, чтобы Дать понять людям, что они могут делать Когда им, собственно, доступно все Просто перформанс Наташа из Тюмени Кстати, Наташа из Тюмени тоже хочет присоединиться Ты же знаешь Наташу из Тюмени? Конечно Это моя подруга Это моя Вообще-то это я, Наташа из Тюмени Так я говорю А, да, ты же сказала, что ты моя самая главная Самая преданная Самая искренняя Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Нет, я не считаю себя публичной личностью, потому что... Ой, я не знаю, кто ты человек, но ты абсолютно прав, ты действительно рак. А что, собственно, случилось? Так вот, я не чувствую себя публичной личностью, потому что это не повод для гордости, когда ты попадаешь на телек за свои пороки, и у тебя появляется какая-то... А может, ты перестанешь устраивать светодиодное шоу, дамы? Спасибо. Ракс, рак. Это юмор в стиле сортирного. Боже. Откройте, пожалуйста, форточку, я хочу смеяться. Да-да, я рак. Абсолютно точно рак. Сразу. Ой, не обижайся. Аня, я тебя узнала, это же ты. И не обижайся, я искупил свою, ну, всяческим образом. Нет, шутки про говно, они вообще не актуальны. Это что-то на уровне даже не первого класса. Это если первый класс в интернате, причем для даунах, и ты шутишь про манку, сортирный юмор, и про инцест, и прочее дерьмо. Я не покажу тату, по крайней мере, потому что они находятся у меня ни в самых доступных на данный момент местах. И нет, нам не разрешали сидеть в телефонах. Как и не разрешали делать многое другое. Ковыряться в жопе, например. Или ходить в туалет по одному. Это тоже было невозможным. Да, это что, сортирный юмор, но я-то могу себе это позволить. Нет, юмор – это понятие нерастяжимое. Есть разные стадии юмора, и вот эта стадия, она... Она самая финальная. Расскажи шутку сейчас, подождите. Я не хочу, спасибо. Я уже отметила, что это пицца размером с баржу. Но я потом к ней присоединюсь. Кто мой любимый автор? Автор чего? Автор моего существования. Чего именно? Кирилл, я не знаю, услышали ли это они, но это услышала я. Я не знаю, я вообще могу в гости поговорить. Ты просто ешь, Кирилл, просто ешь и не отвлекайся. Как я отношусь к окружности? Какой окружности? О симметрии окружность, которая вот эта вот на геометрии была, к какой окружности я должна хорошо относиться? Почему есть у нас материалы со съемок, если нам не разрешали сидеть в телефоне? Ответ очевидно, точнее даже не очевидно, а максимально прост, потому что у нас не было телефонов. Телефоны были у наших редакторов и у тех людей, которые не снимались конкретно в самом этом невероятном телепроекте «Пацанки». Какой у меня рост? Это вопросы из рубрики «Какой у меня размер ноги?», «Какой у меня знак зодиака?», «Как звали мою первую учительницу?» Это вопросы, когда ты регистрируешь свою карту в Бирбанке и тебе нужно придумать кодовое слово. Я не буду рассказывать анекдоты и шутки, потому что моя голова, конечно, она полна различными мыслями, но там нет статьи из журнала «На котятки и грядки» и все такое. И да, я до сих пор не пью, потому что бухо, ребят, это максимально нищебродская тема, и когда тебе 22, ты понимаешь, что ты перерастаешь уже все-таки некоторые моменты в своей жизни. Ой, Израиль, отличное место. Никогда там не было. А не надо по мне скучать, не надо по мне скучать. Я всегда тут. Я и там, рядом нету сердца постоянно, в сердцах, в сердцах, какого угодно. Так что скука — это плохое чувство, не надо. Мои татуировки имеют абсолютно никакого смысла, поскольку у меня, чтобы вы понимали, вы об этом не знаете, но теперь вы будете в курсе, у меня на одной ноге чуть выше колена набит кролик с печеньем русскими буквами, это просто слова, а на другой кролик с печеньем на инглише. И это совершенно нет никакого смысла, вообще нулевой. Это хронические мешки под глазами, так же, как и трема рук. Этому не стоит уйдать внимания вообще никакого. Ну, собственно, какая-то он перформанс. Я была в Сочи, да, в начале октября, примерно лет семь назад. Так что я сомневаюсь, что когда-то вот вы, ты меня видел, и сейчас решу об этом спросить. Да, кролик, с печеньем. Я тоже обожаю Т9 и приложение фонарик на телефоне. Это мои хобби. Как раз в соответствии с вопросом, который был еще и раньше. О чем? Забочусь? Ну, у нас, как бы так сказать, таракан был. Точнее, как, да, Мадагаскарский таракан, которого мы назвали Георгием. Он же Гошенко, он же Гога, он же Гоша. Вот о нем я в том числе заботилась. Если, конечно, правильно растритовала этот вопрос. Прими запрос, блин, кто-то агрессивно ждет. Ну, просто и таджики, точнее как, милые девочки из таджикского общежития, они не понравились обществу, поэтому, сорри. О, зефир. Зефир. Бля, мне вот интересно. Да, я обдолбалась обществом. Сижу обдолбанная. Голюснасу ловлю по кайку. Вот, кстати, довольно актуальный вопрос, как я думаю, кто выглядит на пацанке. Потому что, ну, это сложно, когда ты наблюдаешь за тем, что сняли, и, во-первых, ты огорчаешься, потому что, если ты принимаешь там участие и видишь весь этот трэш, буши там, факабл, которые там происходят, и потом наблюдаешь за монтажем, ты понимаешь, что твои огорчения, они все-таки выше. Это просто какое-то дешевое, сортирное, вокзальное дерьмо, на самом деле. Господи, я слышу, Кирилла больше, чем тебя. И, исходя из этого, мне сложно отвечать на вопрос, кто выиграет. Но я бы хотела, чтобы это была Анжелика. Честно, уж говоря. Не знаю. Не было ни разу, правда? Ой, ребята, можно мне Лолиту включить? Милявскую, пожалуйста. Можно, да? Сейчас Милявскую будет. Нет, меня не бесит Жукова. Жукова совершенно адекватный человек, так что, если вы ее хейтите, перестаньте это делать. Вообще не нужно никому относиться с хейтом. Зачем вы это делаете? Любишь Жукову, да. Обожаю. Мне бы хотелось создать с ней семью. И не одну. Ну, я немного попью и домой приеду. Не надо паники. Это мой последний день. Но мне уже неплохо. На Титанике. Мамка тоже пиздит. Все? Не, мамка тоже пиздит. Я тебе сказала, Дмитрия, мам. Ой, волосы мешает читать. Не говори вас, что не Лолиту. Все, можно Лолиту? Вы поговорили? Да, да, Лолиту. На Титанике. Сейчас будет Лолита, как только он скажет. Рэй Брэдбери. Боже. Рэй Брэдбери. Рэй Брэдбери. Рэй Брэдбери. Нет. Однозначно нет. Потому что Рэй Брэдбери, это что? Это вину из-за дуванчиков. Это нужно читать, когда тебе 14. Когда тебе 14. Ты еще совершенно ни черта не знаешь, какое дерьмо тебя будет ожидать в этом совершенно бренном мире. Тебе мама еще собирает с собой плов в школу. У тебя колготки с двумя полосками на жопе. И вот ты идешь и читаешь Рэй Брэдбери по дорогу в школу. Да, вот это можно. А в остальных случаях скорее не о чем. Было 10 часов вечера, когда уехала. Какие планы? Мои планы сейчас вот, собственно, договориться с вами, пойти покурить. И я дальше не знаю, как выпадет карта, как судьба расставит фишки. Я жду тебя, но я же ты, моя малышка. Сколько у меня отношений? Блядь. Я даже при всей своей богатейшей фантазии, труднее сейчас ответить на этот вопрос. Сколько у меня отношений? Отношений с кем? С кем? С политикой? Дедушка отвез меня в суд. После суда я заехал домой. Домой у меня была бабуля с кошкой. Ее бы она им разговаривала. Потом оттуда мы списались с Аней, она списалась с тобой, мы встретились с Аней. Вот тебе 4 дня. А можно Лолиту теперь? Я дай с Аней, с Аней, с Аней, с Аней, с Аней. А с Лолитой не получится это комбинировать, нет? Что-то одно? Просто Лолиту, можно не громко. Так, чисто, для настроения Ю. Немножко Лолиты в студии. Немножко. Почему Алина и Мебель? Кстати, да, тоже довольно спецедренный вопрос, потому что то, что показывают на телеке, то, что видите вы в выпусках, это только дело и работа монтажа. То, как происходит на самом деле, когда ты живешь с этими людьми, когда ты постоянно с ними общаешься, причем в режиме 24 на 7. Вы знаете друг друга больше, чем что естественно, что очевидно, чем то, что наблюдаете и вы. Поэтому, находясь в таком положении, ты можешь сделать эти выводы, и лично для тебя, и для твоего окружения там это будет аргументировано. Ну, я думаю, все поняли. Да, действительно, включите Лолиту. Сколько можно? С Лолитой? А, это к моей техе присоединено. А я не могу, я тут как бы в замешательстве. У меня тут воплощенный, рукоплещенный зал. Что? А так нельзя Лолиту включить? Нет Аукса? А тихонько можно Лолиту? На ушко. Лолиту? Лолиту дали. А что включить из Лолиты? На спотике можешь ее найти. Лолита есть на спотике. Что? С Милявской? Она развелась с Цикаловой, вы же знаете. А что не так с Лолитой? Подожди, что ты имеешь против Лолиты? Не надо паники. Мне нравится больше всего секси. Я самопроизведенный секс-символ этой вечеринки. Кирилл, извини. Красава! Я знаю. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мы в последние дни, но на Титанике. А мне, Белли, никто не говорит, что это про вид. Это не значит, что это не душевыродный предмет. Это слишком сложная метафора. Это мы в последние дни, но на Титанике. А можно потише? Я, конечно, я очень люблю... Я не... Ты что, это Лолита. Прошу прощения, продолжаем. Да, на проекте настоящие фамилии. И имена там настоящие, и лица настоящие, и настроение настоящее, и все происходящее там тоже настоящее. Там все настоящее. И реквизиты настоящее, все настоящее. Какой у меня рост? Секретик. Наруто, кстати, мне какой-то человек писал, у него Наруто стоял, значит, на Айве там. Наруто был в Саске, вот вся эта хуйня. И он спрашивал у меня про пельмени. Собственно, хочется сказать для этого человека, если есть или нет, я люблю пельмени, это правда. Это что, ориентация север? Для всех. Дамы и господа, для всех, кто спрашивает, какая у не ориентация, это песня для вас.